итак друзья всем привет сегодня 28 марта 2020 года сегодня у нас был заморозок минус 10 с утра но сейчас где-то примерно 10 часов утра уже вышло солнышко пригрело ветра нет единичные пчелки слышу вылетают жужжат но друзья хочу вам одно сказать что где я сейчас нахожусь на урале где моя пасека у меня здесь пока что еще такого большого бурного массового облета пчел не было сейчас синоптики обещает нам конечно теплую погоду где-то она дня через два к нам придет обещает до плюс 10 до плюс 11 днем ну я надеюсь друзья что и произойдет на моей пасеке большой основной главный массовый облет после зимовки наших семей а так друзья небольшие облеты у меня на пасеке были это те улей которые стояли на солнышке за ветром и где-то во второй половине дня они успевали понемножку как бы облетываться но это нет такого сильного облета не было но на крышках уля где-то я уже вижу наблюдаю имеется из порождение пчел пчелы облетывались ну а так друзья видеоролик пойдет у нас о том о работе на пасеке это сейчас после выставки какие работы я буду делать на своей пасеке и какие нужно мне сделать в первую очередь сейчас вот но так следующая работа сейчас у меня будет предстоять первую работу я проходил там после выставки это проверял кормовые запасы как сидит семья живая не живая в общем лишние рамочки убрал это была у меня первая работа но сейчас следующая работа это я процент предстоит на пасеке это чистка доньев есть друзья три варианта чистки доньев даже и 4 есть я потом назову это первый вариант чистки доньев это до массового облета пчел да и можно не ждать такой хорошей теплой погоды солнечной когда пчелы летают и заняться чисткой доньев это можно сейчас сделать когда пчелы еще как бы сидят в клубе можно делать это осторожно если у вас на пасеке от есть отъемные донья тут как делается берется чистое днище улей убирается в сторону ставим чистое днище на то место откручивается днище и просто улей переставляется на чистое дно вот и все семья получилась у нас на чистом дне далее чистим использованное это одно пожалуйста можно и промыть щелоком кто чем обжечь паяльной лампой почистить и снова его использовать и тем самым менять донья на своей пасеке это у тех улев у которых отъемные донья ну а так друзья второй способ чистки доньев это когда уже наши пчелы сделали бурный очистительный облет стоит хорошая погода пчелы летают тогда можно свободно открывать улей и осторожно почистить но в неотъемных доньях как это делается естественной вот у меня такие улей у меня все семьи сокращенные одна сторона допустим гнезда она свободная у меня гнезда все сформированы в основном к одной стенке сейчас ту стенку где не находится у нас пчела мы ее чистим переставляем рамочки опять сдвигаем подмор сметаем в одну сторону переставляем оставшиеся рамки в ту сторону где мы почистили и весь подмор перемотаем к той стене где у нас находилась семья основная мы передвинули рамочки и лопаточкой убираем здесь и весь подмор восковую крошку после зимовки наших нашей семьи допустим все это собираем и убираем это у нас друзья получается второй вариант есть друзья третий вариант бывает тяжелые зимовки бывают пчелы приносят и падевый мед лива земли 7 7 и плохо перезимовали какие-то там много подбора а поношенность может произойти в уле что тогда делаем третий вариант как мы почистим нищие от подбора и в общем и от испорожнений в улье если произошла такая ситуация с семьей семьями просто берется чистый произвести диффицированный улей либо новые улей в моем случае сейчас у меня есть новые улей на этот сезон который мы изготовили этой зимой убираем тот улей со своего места ставим чистый улей и порамочно переставляем все рамки с пчелой в чистый улей улей грязные убираются в сторону он естественно потом чистится боятся щелоком обжигается лампкой по лампой паяльно либо газовой горелкой кто чем друзья это дело дезинфицировать кто-то эти улей потом еще ставит на солнце просушивает на солнце в течение дня как бы солнечные лучи тоже убивает различные бактерии и микробы вот таким образом потом меняется улья опять же на пасеке на чистые продезинфицированные улей это друзья получатся уже третий способ но бывает еще друзья четвертый способ о котором я уже говорил что я вам скажу позднее это друзья когда пчеловод приехал на пасек начал работать либо что-то пошло не так всякое бывает пчеловоду некогда уехал куда-то в командировку пчеловод выходного дня пасека выставлена пришла теплая погода пчелы облетелись естественно пчелы сами начинают чистить свое днище хорошая сильная семья хорошо перезимовавшая она буквально все вычищает порой чищу доню на своей пасеке попадает такие семьи что понимаешь улей сторону смотришь отъемное одно а там уже все друзья почищена и это можно наблюдать даже перед летком выброшенную пчелу восковую крошку все можем наблюдать возможно где-то в углах еще что-то и остается ну там буквально можно за считанные секунды убрать и все бывает друзья и такое на пасеках но так друзья вот такие вот сейчас предстоят у меня основные работы на пасеке это почистки наших ульев вот зимовалой вот подбора сейчас друзья предстоит вот именно вот эта работа нужно почистить наши семьи которые перезимовали в которых имеется подбор в каждой семье может быть подбор по-разному где-то его больше где-то его меньше это все тоже зависит от физиологии пчелы которая пошла у нас зиму бывает и такое что уйдет в зиму много старой пчелы ну естественно этот пчела естественно потом зимой осыпается ну и и естественно желательно убрать по весне помочь нашим пчелам почистки то не вот так друзья как всегда со мной дигий кот мурзик он от меня не на шаг не знаю как я тут вот жить летом мне уже друзья писали в комментарии пора бы ему уже сшить пчеловодный костюм но так друзья синицы у меня продолжает летать по пасеке ну естественно не где-то по собирает подбор только что вот было солнце какие-то точки пришли затянуло но я думаю ненадолго может быть их погода будет у нас хорошая может быть даже и сегодня где-то во второй половине дня может получиться и такое что и получится у нас здесь на пасеке хороший бурный облет но принципе я думаю что через пару дней здесь все у меня и произойдет но так друзья да это свой видеоролик буду заканчивать кто не подписался на мой новый канал подписывайтесь кому понравилось видео естественно ставьте лайки дизлайки там внизу рядом с подпиской имеется значок колокольчик жмите его и вы всегда будете получать свежие новости с моего канала всем друзья пока и до новых встреч всем удачи пока пока